всем доброго времени суток на связи автосалон про тюнинг прямиком из китая меня зовут арсен я представитель про тюнинг в китае и мы с вами сегодня посетим одну из самых больших выставок автомобильной промышленности в городе гуанчжоу на выставке будет представлено более 1100 автомобилей половина из которых является электрическим ну что ж поехали и и и Вот мы и прибыли в Международный выставочный центр города Гуанчжоу. Так давайте же посмотрим, что же нам приготовили автопроизводители. Итак, это у нас Voya Dreamer. Рестайлинг. Практически ничем не отличается внешне от прошлой модели. Вся суть и все основные отличия, они в основном внутри. То есть здесь стоит новый гибридный мотор. Полтора литровый, гибридный. Разумеется, турбо. Две новые батареи спереди, так и сзади. Вот так все выглядит примерно изнутри. Огромная торпеда, обратите внимание. Три раздельных экрана. Качественный звук от Dyna Audio. Такая вот строчка здесь присутствует. Классный светлый салон. Дышащие сиденья. Места очень много. Очень комфортно сидеть. Нигде ничего не устает, не выпирает, не упирается. В общем, сидеть даже водителю на Voya Dreamer будет одно удовольствие. Здесь у нас представлена тоже машина от Voya. Cetan Voya PHEV. То есть гибридный автомобиль. У него запас хода на 1260 километров целых. Представляете? На одной только своей батарее он может проехать больше 260 километров. Причем, что у конкурентов таких цифр и в помине нет. То есть посмотрите, офигенная, очень хорошая кожзан, мягкий. Никакого отторжения, такого неприязни к ней нету. Качественные материалы. Где надо, алькантара. Все очень красиво, стильно. Большой длинный монитор. Раздельный. Видим здесь у нас коробка передач. Такая шайбочка. Ну, это уже у многих стало популярно. В общем, да, Voya, Voya. Никогда не подводит. Отлично оформлено. А вот его вид снаружи. Огромные широкопрофильные колеса. Также датчики кругового обзора. Очень классный салон. Капитанские кресла. Все как положено. К сожалению, доводчиков не имеется. Но мы люди не ленивые, в принципе, можем и закрыть ее по стариночке. Очень мне нравится задний, внешний вид машины. А вот у нас и зверь. Во всех смыслах. Новики. Hi-Fi. Разгон от нуля до сотни. Две секунды. 1305 лошадиных сил. Максимальная скорость 300 км в час. Кручающего момента в нем 13800 нюх. Мощность троих электродвижков, которые в нем стоят, 960 кВт. Здесь у нас показан Яванг. Гиперкар от Мира BID. Разумеется, тип двигателя электрический полностью. Мощность электромотора 1100 лошадиных сил. Запас хода 700 км. Полный привод. Шин радиусом R1, R21. Он оснащен четырьмя электродвигателями. Общей мощностью 1100 лошадиных сил и 1200 ньютон-метров. Максимальная мощность одного двигателя составляет 275 лошадиных сил. А максимальный крутящий момент 320 ньютон-метров. На BID ранее заявил, что U9 может разгоняться от нуля до сотни за 2 секунды. Дамы и господа, к вашему вниманию Lotus E-Mea. Разгон до сотни. 2,7 секунды. Максимальная скорость 256 км в час. Мощность двигателя 800 ватт. Зарядка на 800 ватт. Очередной шедевр от компании Lotus. Дорогие друзья, здесь мы видим новую электромашинку от Mercedes под названием EQS 580 FOMATIC. Исходя из названия FOMATIC, понятно, что это полноприводный седан. Максимальный разгон 200 км в час. Мощность батареи 380 кВт в час. Разгон от нуля до сотни 4,4 секунды. Также максимальный запас хода 720 км в час. Весьма интересный багажник. Автоматический. Достаточно вместимый, да? Также тут запаска. Такое мини. Я бы не сказал мини. Тут целый склад. Запаски, к сожалению, нет. Никак больше она не оттягивается, не вытаскивается. Но сложить туда тоже надо. Много чего. Закрывается, кстати, достаточно резво. Так, дамы и господа. Зиккор наконец-то представил новый седан. Называется Зиккор 007. Цена которого составляет около 250 тысяч рублей. Батарея на 100 кВт часов. 65 км в час. Закрывается гоном до сотни за 3,1 секунды. Точные габариты новинка составляют 4865 на 1900 на 1450 мм. При колесной базе 2928. Также присутствует вот такая светодиодная единая панелька. В нее можно будет вводить всяческие изображения. Интересные диски. Перфорированные колеса. Также камеры кругового обзора. Аж три стуки. С одной только стороны. Цельная панорамная крыша. Очень интересный экземпляр. Зиккор молодцы. Здесь в нее, к сожалению, не получится. Но я вам более чем уверен, что шумка и экстерьер машины без всяких упрёпов на высшем уровне. А это у нас уже многим известный Zipper R-001 на 1260 лошадиных сил. Разгоняется за сотни просто за невероятные какие-то цифры. Две секунды всего лишь. К сожалению, не отсутствует пневмоподвеска. Цена где-то 760 тысяч юр. Долгожданные мини-вены от компании Лисянг. С супер-футрустическим дизайном. Выглядит очень красиво. Называется данная модель Лисянг Мега. Данная машина будет обладать преимуществом перед другими электрическими автомобилями своей супер-быстрой зарядкой. Поговаривают, что данный автомобиль от 0 до 100% можно будет зарядить за 15 минут. Это невероятные данные. Таких у других производителей точно нет. Итак, кто тут у нас? Коллаборат по Игили. Линк Энг Ко. Такая вот у них презентация. Ламборгини. Представили свои самые на данный момент знаменитые модели. Здесь у нас в Ламборгини Куракан Техника. Разгон до сотни 3,2 секунды. Максимальная скорость 325 км в час. Максимальная мощность электрических двигателей 470 кВт. Рабочий огонь цилиндров 524 сантиметра. Ламборгини Куракан. И два бомборгини Орюш в разных расцветках. Парше представил у нас тут не совсем новый уже Парше Каен 3.0. Гибридная версия. Вот так вот устанавливается палатка для отдыха на природе. Емкость электрических батареи у него 14. Я на целое... 14,1 кВт в час. Объем двигателя 3 литра. Расслот в суммешанном типе 3-4 литра. Полный привод. Мощность 340 кВт. Мощность двигателя 100 кВт. Здесь мы видим с вами всем давно известный бренд Bentley. Машина в желтом исполнении. Насыщенно в желтом, я бы сказал. Бентли GT. Также есть с крышей. Бентли и Лиднер. Также японцы представили очередную новинку. Всем известный Nissan Pathfinder. Который, по крайней мере, раньше славился своей проходимостью. Своими внедорожными качествами. Из хорошего джипика. Pathfinder превратился в большой-большой кроссовер. Подключаем мы полный привод. 3.8 turbo. Салон, конечно, непростой. Только посмотрите. Прошлогоднюю версию Pathfinder и современную. Мироэр. На заднем ряду сидений. Капитанские кресла, чего не было в прошлых поколениях. Климат-контроль у задних пассажиров. Также задний ряд сидений. Машина выглядит вполне-вполне себе добротно. А вот нашумевший Avatar 1.2 или Avatar 12. Это воплощение нескольких компаний, таких как Huawei и Chahan Motors. Которые пару лет назад представили нам Avatar 11. Аватер считается довольно крупненьким седаном. Длиной 5020 мм, шириной 1999 мм и высотой 1460 мм. Колесная база составляет 118,9 дюймов. Немного больше, чем Nioh ET7. В основе линейки лежит заднеприводная модель с одним электродвигательной мощностью 308 лошадиных сил. Также будет предлагаться двухмоторная полноприводная версия. Эта модель имеет пару электродвигателей 195 кВт-час спереди и 230 кВт-зади которые в совокупности дают 569 лошадиных сил. Базовая модель будет иметь аккумулятор мощностью 90 кВт-час а версия с двумя двигателями 116,8 кВт-час Обратите внимание на салон. Вообще в целом Аватер 12 элегантный и роскошный седан на хэтбэческой ну седан с хэтчбэком на базе Huawei да Он очень похож на Аватер 11 хоть и уменьшен в форме седан Как вы могли уже заметить на передней части автомобиля доминирует раздельные светодиодные пары с дневным ходовым огнем который загибается по передней панели Будет доступно 4 дизайна колес на 20 и 21 дюйм Аватер в целом имеет гладкую линию крыши плавно перетекающую большой ходьбэ По сути это один из конкурентов Tesla Y и Tesla Model 3 тут у нас Robocar Цена вопроса этого автомобиля составляет 339 тысяч юаней в топовой комплектации в комплектации попроще 249 тысяч различаются они моторами в основном а точнее их мощностью 71 в простенькой и в топовой 100 кВт-час мотор тут у нас оранжевая версия по мне самое такое приятное сочетание глазу оранжевого с черным даже я бы сказал не оранжевого а красным обратите внимание друзья у нас есть возможность игры на примере двух молодых людей достаточно широкий экран ни в чем не стесняет игроков дорогие друзья здесь мы видим новенький джили rd6 подчеркивает свою защиту о окружающей среде симпатичный пикап пропустят ли нас пропустят такая вот у нас зерная карта зарядное устройство зарядное устройство и нагруженная над ним палатка дом на колесах не она 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 он и смыг у этого спина есть на крыше вашего любимого автомобиля. Болочки. Сядем-ка внутрь. Вау. Несмотря на то, что у меня рюкзак за спиной, я сел сюда спокойно, без всяких проблем. Не сказал бы, что места очень много, но по высоте, с моим ростом 1,80 м, сидеть достаточно комфортно. Тожженные сидения. Ковши. Классно. Единственное, что у них хайпай, это, конечно, порогов. Сейчас многие современные, те же китайцы, внедряют их в свои машины. Для такой машины, как этот пикап, я думаю, пороги здесь были бы не лишние, на самом деле. Интересный экземпляр. Дорогие друзья, здесь мы видим с вами, не побоюсь того слова, произведение искусства. Компания Lotus. Если кто не знал, Lotus, это бывшая английская, британская компания, которая делала очень хорошие болиды в свое время. С прошествием времени разорилась, и китайцы, выкупив ее, подняли с колен, так сказать. Это новая их модель, гиперкара. Только посмотрите. На полу указаны характеристики. Четыре электрических движка. Тут указано не от нуля до сотни, а от нуля до трехсот. Меньше, чем за 9 и одну секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Машина идет в двух комплектациях. Комплектация Galaxy и комплектация rationale или же небесный дворец. Колесная база. 200 2845 миллиметров. Объем топливного бака У нас бонда сотни, 4,3 секунды в первой комплектации и 4,7 секунды в первой комплектации. Запас хода. И сейчас удивитесь, целых невероятных 1279 километров. Снаряженная масса автомобиля 1775 километров. Разбон до сотни, всего 9 секунды. Вместительный багажник. Как вам модель? Такой вот у нас новенький концепт. Называется Envision 74. Ретро-дизайн. Чем-то напоминает машину из фильма «Назад в будущее». Новенькая Sonata. Невероятная версия. Невероятная версия. Невероятная версия. Есть ключевой доступ. Хронская Муфаса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Образите внимание, кузов полностью изменен... Сделали его больше угловатым... По моим ощущениям, у меня... Такой некий... Большой Экси Джекрузер... Новенький обалденный... Тойота Краун... Разумеется, леворульная... Продолжение следует... Но... Как говорит менеджер... Приблизительно его мощность будет... Около 500 лошадиных сил... Электрический мотор... На 100 кВт в час... Ну и цена примерно будет около 400 тысяч юаней... ХПН, конечно, получил у нас тут... Невероятно футуристический дизайн... Габариты... 5293х1988х1785мм... При колесной базе... 3160мм... Он будет иметь три... Ряда... К сожалению, внутрь мы не можем... Заглянуть пока что... Три ряда... На 6 или 7 сидений... Ну... Соответственно... В зависимости от комплектации... По желанию... Новых владельцев... Можно будет это все дело... Доделать под себя... ХПН будет доступен в двух вариантах... С одним или двумя двигателями... Модель двигателя с передней оси... Будет иметь мощностью 390 лошадиных сил... Как заявлял один источник... А также... Модель с двигателями на передней оси... Будет иметь мощность... На 319 лошадиных сил... Эта версия будет оснащена... Личи железно-фосфатной батареей... Также... Передний бампер... X9... Будет... Встроен... Лазерный дальномер... И другие датчики... Которые будут отвечать за работу... Системы автоматического пилотирования... Также... Версия с двумя... Другими двигателями... Получает дополнительный мотор... Мощностью 183 лошадиных сил... В совокупности... Будет около 500 лошадиных сил... Как я и говорил ранее... Какой вот у нас... Новенький Мерседес... EQE... 350... Пороги... Все как положено... Обратим внимание на диски... Такая вот у нас... Торпеда... Вместо там... Конечно... Завались... Бардачок... Открывается... Такой вот... Кнопочки... Достаточно просторный у нас... Бардачок... Рассмотрим... Тут у нас дверную карту... Повнимательнее... Железная вставка... То есть можно подвинуть своего... Впереди сидящего соседа... Твердое пластиковое кресло... Так вот открывается крышка багажника... Не самый большой багажник... Который я здесь видел... Но... В целом... Мерседес... АМГ... GLA-63 4MATIC... Двигатель V8... Объем 4 литра... 612 лошадиных сил... Грутящий момент... 850 НТМ... Максимальная скорость... 250 км в час... Разгон от 0 до 100... 4,4 секунды... ТМ- Продолжение следует... 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 Продолжение следует...